Дорогие святого духа, это, можно сказать, братья и сестры, заключительная неделя посвящается необычайному подвигу с точки зрения современного человека, который совершила Мария Египетская. Мы слышали о мотарствах Блаженной Феодории, которые описаны в житии Василия Нового. Эти мотарства цитируют многие богословы православных церквей, в том числе такой известный богослов и святой отец в нашем времени, преподобный Иосиф Копович. Поэтому это не просто благочестивый рассказ, это очень внимательное для нас напоминание, серьезное напоминание о том, что нас ждет по завершении нашей земной жизни. И среди прочих ответствий, которые несет человек за проживую жизнь, есть ответственность, как и провел эту жизнь, чисто пред Богом. И все-таки есть пятна на нашей совести, которые связаны с плоской стороной нашей жизни, с плоскими, или, как мы говорим, сексуальными грехами. И вот она указывает, что это самые скверные грехи в жизни человека. Прочие грехи, как бы извинительные, не так ранят душу и сердце. А вот грехи плоти, блудные грехи, вымазывают человека настолько сильно, что многие десятилетия человек вымаливает, и неизвестно, прощены эти грехи или не прощены. Настолько они серьезны, настолько они влияют не только на его физическо-психическо-духовные состояния, но и на весь его род. Вот в чем, братья и сестры, опасны. Мы не думаем, что блудник грешит только против собственного тела. Он грешит против тела своего рода, всех своих поколений. Мы часто видим, говорим, и так, что отец пил, и сын пил, и внук пьет. Так вот и бывает, что отец плудил, и сын плудил, и дочка продолжает, или внучка продолжает это дело скверно. Поэтому удивительно, как церковь, не устаревая в своем желании учить народ Божий жизни чистой, ответственной, благополучной, здоровой, приводя нам память в назидание жизни Марии Египетской. Действительно, братья и сестры, как мы говорим сегодняшним языком, эта жизнь потрясает человека. Во-первых, как можно так жить, распутанно, страшно. И как можно так принести такую глубокую силу покаяния. Удивительно, но с 12 лет, с 12 лет, представьте себе, молодая девочка покинула своих родителей при их жизни и ушла в Александрию. Для чего? Для того, чтобы, как она сама говорила, предаться безудержному и ненасытному любодеянию, то есть ненасытному блуду. То, что сейчас везде и всюду проповедуется. Но мы делаем вид, закрываем глаза, как будто это нас не касается. Братья и сестры, касается и еще как касается. И даже спросятся, скорее всего, Богом. А ты как реагировал, когда ты видел, что творится в семье, в обществе, в той роде? Как ты на это реагировал? Не помнится, что мы всегда реагировали при владыке митрополите Филаренте, когда какая-то мерзость предлагалась всему белорусскому обществу. Мы реагировали, мы писали письма с подписью «Экзак-Мусия Белорусси». И не было такого разгузданного всеобщего отчмурения, отдурения этими любодельными грехами через фильмы, передачи, рекламу, через всякую нечистоту. Даже комиссия существовала для того, чтобы был контроль над своей суммарской информацией. На это реагировать надо всегда живо. Уберегая себя, уберегая наших соотечественников и, прежде всего, свою семью, своего. Более 17 лет, сама она вспоминает Мария Египетская, невозбранно предавалась греху и совершала все безвозмездно. То есть она не имела для этого никакой прибытки, никакие денежные средства. Просто для нее это было любимое занятие. Так она говорит, я не обрала денег не потому, что была богата. Я жила в нищете и зарабатывала пряжей. Думала я, что весь смысл жизни состоит в утолении плоской урти. Удивительная картина списана с сегодняшнего нашего дня. Братья и сестры, церковь рекомендует. Не смотрите, братья и сестры, не смотрите. Это очмуряющее, одуряющее, лживое телевидение. Не смотрите его. Если есть хорошая программа, действительно, добро несущая, смотрите. А так не смотрите, поверьте, ничем оно никого не обогатило, не умирило, не утешило, не поддержало. Ничего доброго не дало телевидение. Ни российское, ни белорусское тем более. Так она дальше и говорит. Я везде и всюду, даже направившись в Иерусалим, Уля уловляла души юных грехов. Но наступило время, братья и сестры, Удивительное для нее время, Когда Матерь Божия остановила ее. Почему есть совет у святых отцов и подвижников благочестия? Тот, кто одержим, озабочен Сексуальным своим внутренним неудержимым состоянием, Желание постоянного блуда, И это считается нормой, Обратитесь к Матери Божией, Хотя бы к нашей чудотворной иконе, Обыску Свои Ценебесной, Которой 517 лет находится в нашем городе, Попросите, скажите честно, Как на самом деле есть? Матерь Божия, я думаю, Что заниматься блудом, Или как говорим сегодня, Сексом, это норма. Действительно это так. Открой. Покажи мне, засвидетель свой, Вразуми меня, как говорим мы церковным языком, наставь меня на правильный путь. Почему любители блуда и пропагандирующие блуд никогда не задумаются, что в частности они живут в городе, где хозяйка, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения с Рафим, Дева Пречистая Богородица, Матерь Божия? Почему к ней не обратиться? Стыдно какому-то человеку рассказывать? Или сегодня уже, наверное, не стыдно? Говорят, что сегодня не стыдно? Сегодня перед всем обществом говорят, я шесть раз мам, ты не помнишь? Одна-другой говорит по телевидению, сколько раз ты выходила замуж? Семь или восемь? Не, не, восемь раз. Понимаете? Какое падение морально? Ну, о каком благополучии экономическом, моральном, духовном, там, другом, может быть, речь в таком обществе? Это общество, которое приближается к мире Содома и Гаморре. Поэтому есть конкретный совет. Обратитесь, обращаемся к Матери Божией. Именно она помогла Марии отрезвиться. И Матерь Божия сделала все возможное, чтобы она поняла, что она вытворяла. Как это страшно! Как это ужасно! Именно она не дала ей возможность войти в Иерусалимский храм, когда было торжество, воздвижение Христа Господня. И Матерь Божия направила ее в пустыню, иудейскую пустыню, нести туда свои грехи и там их оплакивать. И вот она говорит преподобному Зосиму, который к ней ушел. Я 17 лет привела на этой пустыню, словно с лютыми зверями, борясь со своими помыслами. Вот что такое помыслы блудные распутные. Это как звери. Понимаете? Это бесы, принимающие вид уродливых зверей, которые мучают, терзают душу, тело, разум, физику, подсознание так, что человек выворачивается. Но только тогда, когда он борется, он начинает понимать, что есть грех блуда. Я терпела сильные бедствия, мной овладевала желание любодельных песен. Они будто слышались мне, смущая сердце и слух. Плача ли я себе в грусть, я вспоминала тогда обеты, которые давала, идя в пустыню, перед иконной святой Богородице, поручнице моей. И плакала, и плакала, моля отогнать терзавшие душу помысл. Она рассказывает, что самые тяжелые годы для нее были, это первые именно 17 лет. Она говорит, что как уж извивалась она по этому знойному песку пустыни. Из нее так все медленно выходило, так все это выходит медленно, братья сестры, поверьте. Все вот, особенно молодые люди, которые впадают в эти блудные грехи, говорят, батюшка, так тяжело эти грехи, вот так тяжело, так мотает и тошнит. И все, что хотите, даже описывать эту физиологию выхода греха очень тяжело, оно очень страшное. Но надо когда-нибудь все это рассказать, чтобы был пример поучительный всем нам. И мы не закрывали так добродушно, улыбчиво глаза на этот грех, на это состояние большинства нашего общества. Любую семью возьми. Любая семья сегодня поражена этим грехом. Любая семья. Что это такое по три, по четыре раза замуж выходить и по семь раз жениться? Это что это за образ жизни? Где такой образ жизни есть? Среди животных? Где в мире такой образ жизни есть? Только среди семей современного человека. Зачем мы тогда предъявляем претензию Бога и говорят, детей у меня нету, детей я не могу родить, дети калеки, тяжело болеют. А что, не хотим посмотреть, от чего это происходит в нашей жизни? Поэтому, братья и сестры, она до конца принесла Богу сердце сокрушенное, иду сокрушенное, плоды покаяния. Вот именно Мария Египетская притягивает руку помощи всем нам. Всем нам. Надо в этот день особенно ей помолиться. Братья и сестры, церковь напоминает нам, просит нас, благословляет нас. В этот день, в эту неделю, особенно молиться о своих плотских, блудных грехах, каковые были в нашей жизни. Умолять ее, просить ее, помоги нам, преподобная Мария, принести в нашей жизни плоды покаяния, за свои недобрые мысли, чувства, состояния, грехи, падения, чтобы это никогда не случалось в нашей жизни. Чтобы у нас была одна супруга, чтобы у нас не было детей от разных мужей или жен, чтобы у нас были свои собственные дети в браке, благословенную церковь тобой, Господь Христиан. Не забываем Марии Египетскую, братья и сестры, не забываем. И надо еще раз, как говорит церковь, закрывать добродушно глаза на то, что делается в нашем обществе. Не надо, братья и сестры, уговаривать себя и успокаивать себя и говорить, все хорошо, все ничего страшного. Нельзя, нельзя брать и сестры, надо очень это глубоко и серьезно осознать. Никто не знает эту проблему так сильно и болезненно, как священники, те, которые принимают души, наболевшие исповеди наши. Они все знают, они сами мучаются, когда воспринимают боль человеческую, сами страдают. И как нужно, братья и сестры, помнить наших пастырей, наших батюшек, чтобы Господь дал им силу, мудрость, чтобы нам подсказать, как себя вести в этом обществе по слову Евангелия грешного и полюбодеянного. Призывая Пресвятую Богородицу, как это делала Мария Египетская, призывая ее, Мария Египетскую, память, которую мы совершаем. Не забудем, братья и сестры, быть чистыми пред Богом, прилагать все усилия, чтобы быть такими, как Господь сказал, будьте как дети, чистыми. Аминь, Елочко. Аминь. Спасибо Господи Вас.